Музыка Никол Пашинян пришел к власти на пике общенародной ненависти к Сержу Саргсяну в частности и к Карабахскому клану в целом. У свергнутого весной 2018 года режима не было ни единого шанса удержаться у руля. Именно поэтому он не рискнул потопить Ереван в крови, как десятью годами раньше. На дворе было уже другое время. Запасы популизма были исчерпаны и общество настойчиво требовало кардинальных перемен. Подавить эту настойчивость десяткам другим трупов на мятежных улицах уже не представлялось реальным. Еще апрель 2016 наглядно продемонстрировал, насколько шаткие позиции армянских властей. Окончательный крах был предрешен. Саргсян четко осознавал его неотвратимости, потому проявил уместный прагматизм. Он прозорливо согласился на роль политического трупа, чтобы не стать трупом биологическим. Было совершенно очевидно, что жесткое подавление масштабного протестного движения неминуемо привело бы к гражданской войне. Кресло премьера было бы потеряно в любом случае. При этом за безопасность самого Саргсяна и его ближайшего окружения никто бы не поручился. Экс-премьер Армении не стал испытывать судьбу и уступил власть небритому мятежнику с рюкзаком за плечами. Последний всегда был склонен к утрированию и потому решил, что обязан этой бескровной победы и собственной харизме. На деле все было, мягко говоря, не совсем так. Пашиняна к власти привела не безграничная любовь народа к его персоне, а отчаянная ненависть к агонизировавшему режиму. Вместо Пашиняна вполне мог быть персонаж с совершенно другой фамилией. Пашиняна появился на авансцене лишь по той причине, что заокеанские спонсоры цветных революций почему-то остановили свой выбор на нем. Но усадила Пашиняна в премьерское кресло именно ненависть армянского народа к Саргсяну. При этом сам Пашиняна прометчиво полагал, что за ничтожно короткие сроки успел превратиться в самодостаточного лидера. Это заблуждение в итоге привело к тому, что он бездарно провалил мирный процесс по Карабаху. Пашинян развязал войну, которая завершилась для Армении позорной капитуляцией, а для него лично стало началом конца. У судьбы довольно своеобразный юмор, и сегодня Пашинян находится ровно в том же положении, в котором в свое время оказался Саргсян. Пашинян стал объектом активной ненависти армянского общества. В его адрес звучат те же угрозы, которые он сам всего два с половиной года назад с упоением скандировал вместе с разъяренной толпой. Оппозиция выдвинула премьер-министру Армении ультиматум, и какое бы решение он ни принял, добром для него это не закончится. Попытка силового подавления протестов приведет только к их ожесточению. Добровольная отставка тоже не прибавит ему вестов, поскольку подходящий момент для нее безнадежно упущен. Пашинян находится в патовой ситуации. В команде главы правительства нет единства и преобладают откровенно пораженческие настроения. Безоговорочно поддерживающих Пашиняна функционеров называют отрядом смертников, подчеркивая тем самым бесперспективность их сопротивления. К слову, таковых осталось совсем мало. Все остальные либо уже открестились от премьер-министра, либо ждут первой попавшейся возможности. Заокеанские опекуны Пашиняна также наверняка уже осознали дальнейшую нерентабельность этого проекта. Надо полагать, они заняты активным поиском новой марионетки среди лидеров протестного движения. Между тем, в свете известных событий найти ее будет очень непросто. Россия убедительно доказала, что по-прежнему имеет колоссальное влияние на судьбоносные для Армении процессы. Едва ли кто-либо из рационально мыслящих армянских политиков способен не принять этот фактор в расчет. Больше того, наверняка именно ярко выраженная пророссийская составляющая станет фундаментом политического нарратива будущего лидера Армении. Недаром среди целого ряда претензий, выдвигаемых оппонентами Пашиняну, особо педалируется ухудшение отношений с Москвой. Именно с Россией в Армении сегодня связывают надежды на выходы страны из кризиса, вызванного последствиями оглушительного поражения во Второй Карабахской войне. При этом оголтелый реваншизм вряд ли получит поддержку Москвы, поскольку стабильность в регионе отвечает ее интересам. Поэтому есть все основания ожидать, что новое руководство Армении будет придерживаться максимально умеренного политического курса. Что касается реальных претендентов на пост премьер-министра Армении, то, на мой взгляд, таковым на сегодняшний день можно считать Артура Ванитяна. Как известно, в выдвинутой оппозиции единый кандидат Вазген Манукян – изначально временная фигура. Основные баталии еще впереди. Экс-директор службы нацбезопасности в настоящее время возглавляет собственную партию Отечества. Ванитян имел достаточно высокий авторитет в обществе, еще будучи членом команды Пашиняна. Этот авторитет ему удалось не только сохранить, но и повысить. Ванитян покинул команду Пашиняна задолго до краха на Карабахском фронте. То есть клеймо предателя, которым армянское общество пометило Пашиняна, на Ванитяна не экстраполируется. Кроме того, скандальная отставка Ванитяна была предусмотрительно политизирована им с явным расчетом на будущее. Еще год назад он обозначил себя как принципиального противника Пашиняна, заявив, что премьер ведет страну в пропасть. Шансы Ванитяна довольно высоки, учитывая, что Дашнаки и представители Карабахского клана вряд ли способны составить ему убедительную конкуренцию. Так или иначе, после ухода Никола Пашиняна Армению ждет серьезная политическая турбулентность. Предстоит борьба за власть, которая в Армении традиционно принимает характер беспринципной свары. Армянскому народу рекомендуется быть настороже. Прежде всего он должен констатировать, что вопрос Карабаха закрыт раз и навсегда и отбросить ложные надежды. Сделать из Пашиняна козла отпущение проще простого. Куда сложнее признать все ошибки, допущенные задолго до Пашиняна и не наступать на те же грабли. Ненависть и старые обиды скверные помощники при выборе лидера. На этом точка.